Внешне многоквартирный дом по улице Цетрушня 68 ничем не отличается от типовых хрущевок. И все же есть в нем одна особенность, которая делает его не похожим на многие другие. Это дружные и неравнодушные жильцы. Благодаря их сплоченности и стараниям дом внутренний стал ярче, богаче и крашен. В минувшую пятницу, 21 августа, они собрались все вместе на первый праздник своего дома. С 21 августа мы будем ежегодно отмечать такой вот праздник нашего дома. Потому что мы любим наш дом. И вообще я считаю, что у каждого дома есть свое лицо, своя душа, в котором отражается сущность, внутренняя сущность. И я считаю, что заботу о жилом доме нужно сравнивать с заботой о близком, родном человеке. Поводом для организации торжества стало открытие после ремонта подвального помещения. Почетную миссию перерезать символическую ленточку доверили старейшинам и долгожителям, участникам и ветеранам Второй мировой войны Ольге и Владимиру Юхну. Здесь они живут без малого 40 лет. Я поменялась. Я жила на химии. И приехала в этот дом. Жила я здесь, в первом подъезде, на третьем этаже. Была у меня однокомнатная. Я вышла замуж. У него была в гайке однокомнатная. И мы поменяли на двухкомнатную, где теперь живем. Дом был построен в 1968 году с комнатой отдыха в подвале третьего подъезда. Десятилетиями помещение пребывало в жутком состоянии. Тут царили разруха и запустение. Сегодня об этом напоминают фотографии, сделанные до ремонта. Идея привести его в порядок у Инары Громаковской возникла давно. Не сразу, но она сумела заразить ей у жильцов. Несколько дней к ряду они выгребали годами копившийся хлам. С ремонтом помогла обслуживающая организация в лице Даугубинского предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которое в итоге поддержало инициативу жильцов. Да, конечно, они проявляли настойчивость. Были очень настойчивы для того, чтобы мы помогли хоть чем-то сначала. Но в конце концов вышло так, что мы смогли помочь и материалами, немного работой. И вот мы видим, что можно превратить подвальное помещение в очень приятное, уютное место. Я только рад этому и могу пожелать им и в дальнейшем быть такими же дружными, такими же активными. И все тогда будет исполняться. Использовав часть средств из накопительного фонда, жильцы приобрели просторные помещения для проведения прежде всего общих собраний, а также других мероприятий, включая выставки работ местных мастеров и мастериц, благо талантами дом не обделен. Сама атмосфера пронизна искренним стремлением жить в родном доме долго и счастливо. Подкова на входе, пословицы и поговорки о доме, как, например, радость в дом обеды вон, есть даже собственный свод домашних правил. За праздничным столом, кстати, угощения жильцы тоже готовили сами, вспоминали историю дома, много говорили о его будущем. Как сказала Инара Громаковская, итоги года и планы на перспективу станут темой ближайшего собрания, которое пройдет в отремонтированных помещениях, где места хватит всем.